Морис, очень хорошо, что ты к нам вновь присоединился. Как твое здоровье? Как твои дела? Получше, Лена, спасибо. В отличие от 13 миллионов немцев, которые, если верить докладу, который недавно был опубликован, живут за чертой бедности. Это получается такой парадокс, потому что мы видим, что экономика Германии растет и растет, но у большой части населения проблемы с деньгами. Ну, вот поскольку в том самом докладе очень много цифр, мы сейчас с Морисом попытаемся в силу наших творческих способностей и математических объяснить все максимально наглядно. Итак, в Германии проживают почти 82 миллиона человек. 13 миллионов из них за порогом бедности. То есть это примерно каждый шестой житель этой страны. Ну, давай посмотрим конкретнее, что такое порог бедности в Германии. Да, потому что бедными по немецким меркам считаются те, у которых меньше 60% от среднего дохода населения. Но тут уже, конечно, нужно посмотреть на разные категории. Давай для начала посмотрим на человека, который живет один, мужчина или женщина, который работает. Тут цифра, то есть черта бедности – 917 евро. И в месяц чистыми. В месяц чистыми, да. Если посмотреть на мать-одиночку. Или отца-одиночку, такое тоже бывает. Да, да. Которая живет с маленьким ребенком, тут цифра уже повыше – 1192 евро в месяц. А если взять уже полную семью с двумя детьми, тут цифра немножко колеблется – 1978 или 2355 евро. Ну, ты знаешь, честно говоря, когда я первый раз читала этот доклад, мне стало немножко смешно. Потому что я по привычке стала переводить евро в рубли и поняла, что вот этот вот самый одинокоживущий человек, который работает и получает в месяц 917 евро и при этом считается бедным, получает в месяц ровно столько, сколько моя мама-врач в России зарабатывает за три месяца. Ну, да, но тут нужно иметь в виду еще и то, что в Германии затраты совсем другие. Давай посмотрим на примере как раз этого одинокого мужчины. Сколько он в месяц тратит. Вот для начала берем жилье. Давай предположим, он живет в Берлине, что не самый дорогой город в Берлине. Минимум в месяц уйдет 400 евро на жилье. Ты имеешь в виду, если он снимает квартиру, да? Потому что, как известно, в большинстве немцы все-таки снимают квартиры. Я вот, например, могу рассказать о своем опыте. Мы снимаем двухкомнатную квартиру не в центре Берлина и платим 750 евро в месяц. И это считается очень хорошо, потому что мы успели заключить контракт еще по старым расценкам, до того, как поднялись цены на недвижимость. Ну да, но это самый минимум, скажем так. Потом страховки в Германии, как мы знаем, социальная и медицинская страховки, они обязательные. То есть, получается, в месяц еще где-то 250 евро. Так. Плюс еще еда, естественно. Если человек не самый прожорливый. То есть, не такой, как ты. Спасибо, Лена. Получается, ну, 50 евро в неделю. Итого? 200 в месяц. Ну, это мы берем по минимуму, потому что на 50 евро в неделю, на самом деле, это нужно постараться, чтобы положиться. Тут мы еще не учитываем траты на метро и на кино и... Домино и прочие прелести. Развлечения, да. Получается, почти уже та сумма, которая считается чертой бедности в Германии. То есть, можно понять, что остается буквально совсем ничего на какие-то побочные траты. Но, к счастью, в Германии система социальной поддержки населения развита очень хорошо. Причем людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, помогает не только государство, но и благотворительные организации, и также волонтеры. Вот с некоторыми из них я познакомилась лично. Благосостояние жителей Германии постоянно растет. А вместе с ним растет и бедность. Вот такой немецкий парадокс. Каждый шестой житель страны, которая с готовностью помогает другим, считается малоимущим. В группе риска безработные, многодетные, родители-одиночки, мигранты и пенсионеры. Ахим – один из них. Пару раз в неделю он спешит на встречу с берлинскими ангелами для нуждающихся. Именно так называется эта лавка. Ее сотрудники работают здесь бесплатно, чтобы у Ахима и других берлинцев с ограниченными доходами была возможность запастись провизией за полцены. Во времена ГДР он работал переводчиком, а после падения стены наладил бизнес с белорусами. Продавал в объединенной Германии плюшевых чебурашек и винепухов. Дела шли неплохо, пока Ахим не оказался на пенсии. Когда был молодым, о сбережениях на черный день как-то не подумал. В итоге того, что он получает от государства сегодня, едва хватает на жизнь. Я нормальный ГДРский человек. Родился в ГДР, работал в ГДР, очень хорошо зарабатывал. И я делал один ошибку. Я не платил в фонд пенсию. Но мне уже люди сказали, что это все равно. Вы платили бы или не платили. Это не хватало бы на вашу пенсию. Ассортимент товаров на прилавках магазина обеспечивают сети крупных немецких супермаркетов. Это продукты, у которых вот-вот истечет срок годности, но которые еще вполне съедобны. Помимо них, тут по дешевке можно приобрести мебель и одежду. Только за последний месяц в лавку пришло 800 новых клиентов. Нуждающихся очень много. Бедность растет на глазах. Поэтому и клиентов у нас становится все больше. Эта очередь, начало которой не видно, но в которой то и дело виднеются лапы, хвосты и уши, стоит тут уже два часа. Раз в месяц благотворительная организация Тиртафль снабжает всем необходимым четвероногих, чьи владельцы оказались в трудной жизненной ситуации. Здесь можно найти поводки, ошейники, игрушки, лежанки и даже карнавальные костюмы для животных. Такое изобилие – заслуга добрых людей, которые регулярно жертвуют вещи и деньги. Только корма каждый месяц здесь уходит три тонны. Пять килограммов из них сегодня досталось черному псу по кличке Гисма. Его хозяева на складе частые гости. Они подсчитали, что в месяц на пропитание собаки тратят около 100 евро – существенная сумма для безработных. А дома есть еще и кот. Да и для Гисма подобрать рацион не так-то просто. У нашей собаки пищевая аллергия, поэтому приходится покупать определенные сорта кормов. Например, позавчера мы потратили на одну упаковку 60 евро. Так что этот проект позволяет существенно экономить. Причем экономить не только на кормах и аксессуарах, но также на ветеринаре и тренере. Они тоже к услугам владельцев животных. Правда, на помощь могут рассчитывать только те хозяева, которые завели животное до того, как их финансовое положение пошатнулось. Это обязательное условие. А вот для участия в следующем благотворительном проекте абсолютно никаких условий не требуется. Последнюю субботу каждого месяца в берлинском районе Кройсберг энтузиасты со всего мира готовят бесплатный ужин для всех желающих. Это отличная идея, когда люди, которые нуждаются в помощи, и те, которые в ней не нуждаются, могут встретиться за одним столом. Ведь бездомные и малоимущие, как правило, ведут достаточно уединенный образ жизни. Им сложно наладить контакты с теми, кто не принадлежит к их социальной группе. Автор проекта, итальянец Дарио, переехавший в Берлин из Рима, толк во вкусной еде знает. По своей основной деятельности он учитель английского и тренер по баскетболу, а по зобу души – шеф-повар. За сутки до ужина он ездит по окрестным супермаркетам и забирает продуктовые пожертвования. Поэтому меню на этой кухне заставляют, исходя из имеющихся ингредиентов. Главное, чтобы оно было вегетарианским. Во-первых, я сам вегетарианец, а во-вторых, Берлин в каком-то смысле мясная столица. Кари-вурст и дюнер здесь можно купить на каждом углу. Поэтому я просто решил предложить людям альтернативу – вкусную еду без мяса. За шесть лет, что существует проект, у него появились свои поклонники. Желающие бесплатно полакомиться вегетарианскими деликатесами собираются у ресторана задолго до его открытия. Как правило, это постоянные клиенты, и они знают друг друга уже давно. Ведь в этом проекте речь идет не только о еде и экономии, но и о социальных контактах. Ровно в шесть вечера хозяин встречает первых гостей. Сегодня в меню – фермерский суп с капустой и картофелем, паста фагиоли, голубцы с начинкой из кускуса, а на десерт – брауни со свежей клубникой, морковный торт и виноградно-вишневый мусс. Здесь я могу попробовать такие блюда, которые я не могу себе позволить оплатить в дорогом ресторане. В среднем за этими столами каждый раз собирается по 200-250 человек. Бездомные, малоимущие, гурманы, случайные прохожие и, конечно, туристы. Очень вкусно и очень здорово, потому что нет жирной пищи, какой-нибудь такой тяжелой. Мне нравится очень. В 10 часов после официального окончания ужина гости еще будут сидеть, говорить по душам, играть в настольные игры и обсуждать последние новости. А третья смена волонтеров тем временем будет мыть гору посуды и прибираться в зале. За спасибо. Большего вознаграждения они не ждут. Елена Миненкова, Кирилл Бутырин, Александр Гуркова. РТФОД. Берлин.